Во дворце школьников прошел республиканский семинар «Взаимодействие школы и семьи. Воспитание поколения Z». Участниками и спикерами выступили представители Национальной академии наук имени Алтенцарина, школа Астаны Куан Тум Стэм Скул, а также сельских средних учебных заведений Североказахстанской и Акмулинской областей. Организовали семинар специалисты Центра Орлео. Сегодня мы будем обсуждать проблемы в обучении цифрового поколения, которые выражаются в различных их характеристиках, отличающихся от взрослых. Это и сниженная концентрация внимания, это и прагматизм, и необходимость свободы выбора и обратной связи. В практической части наши спикеры и модераторы представят практикоориентированные тренинги. Квалифицированный педагог из Астаны Мадзинет Хабад приехал, чтобы обменяться опытом с коллегами. В своем докладе рассказал об особенностях воспитания цифрового поколения. Современные подростки, по его мнению, отличаются от предыдущих поколений. В наше время у школьников есть всевозможные гаджеты, телефоны, планшеты, ноутбуки. Раньше этого не было у предыдущего поколения. И будет неправильно, если мы начнем эти два поколения сравнивать. Но это не значит, что таким образом мы уничтожаем наши национальные ценности. Если есть такая возможность в наше время пользоваться всеми возможными технологиями, ими нужно пользоваться. Это позволяет намного быстрее развиваться и находить всю нужную информацию. Алим Гульбаетова из Валихановского района более 15 лет преподает в Кишкинекорской средней школе. Сегодня она выступила в качестве модератора. Тема ее доклада – мотивация поколения Z. Я предоставлю своим коллегам ключи к саморазвитию и личностному росту. Цель моей темы в том, чтобы развивать у учащихся личностный характер, лидерские качества, коммуникативные способности. Данный семинар поможет моим коллегам и мне плодотворно работать в воспитательной деятельности школы. Думаю, поколение Z, нынешнее поколение – это дети, которые живут в информационном обществе, современные дети. Они очень нестабильные. Семинар проходил в офлайн и онлайн форматах. Более 130 человек приехали в Петропавловск. Еще 300 находились на дистанционной связи. Камила Карим, Вадим Ударисов, МТРК.